почему крапива находится на первом месте среди первых весенних трав чем она так бесценно какие части растения можно использовать для лечения как крапива поможет избавиться от ревматизма и подагры улучшить кровообращение успокоить боль как приготовить настойку и отвар из крапивы об этом вы узнаете посмотрев это видео на первое место среди первых весенних трав мы с почетом ставим крапиву и ее можно и нужно употреблять в пищу листья богаты протеином что делает траву очень сытный отваром крапивы хорошо ополаскивать волосы чтобы сделать их сильными и блестящими хлорофилл который содержится в листьях оказывает стимулирующие тонизирующие действия на организм в целом секретин нормализует обмен веществ снижает содержание сахара в крови что полезно людям которые страдают от сахарного диабета мочегонные желчегонные свойства крапивы будут актуальны при заболевании печени почек и желчного пузыря одним словом крапива бесценно главное знать как ее можно использовать собирать крапиву лучше всего ранней весной так как молодые листочки в это время полны энергии несмотря на то что в народной медицине чаще используются листья крапивы лечебным эффектом обладают и корневища и семена и соцветия вещества из корней крапивы например можно найти в аптечных противоопухолевых препаратах средствах для лечения ожогов желчегонных лекарствах однако полный перечень терапевтических возможностей крапивы гораздо шире большое количество витамина c объясняет сильная профилактическое укрепляющее воздействие этого растения на организм человека витамин к снимает воспаление способствует улучшению свертываемости крови большое количество витаминов группы b помогает бороться с некоторыми заболеваниями нервной системы болезнь паркинсона альцгеймера невроз и другими достаточно высокое содержание в крапиве железо защищает организм от железодефицитных анемий секретин способствует образованию инсулина снижает уровень сахара в крови крапива позволяет активно бороться с токсинами и бактериями а также с воздействием радиационного излучения кислородной недостаточностью благодаря органическим кислотам хлорофилу и кремнию в народной медицине используют практически все части растения при недостаточности кровообращения две столовые ложки листьев заварить стаканом кипятка настоять 15 минут пить по стакану три раза в сутки до еды если часто из носа идет кровь одну столовую ложку листьев плюс стакан горячей воды варить 10 минут процедить пить по одной толовой ложке около пяти раз в сутки чтобы избавиться от подагра и ревматизма одну столовую ложку сухих листьев залить стаканом кипятка настоять в теплом месте оставить на час пить по одной столовой ложке четыре раза в сутки чтобы снять боль листья крапивы плюс кора крушины пропорции один к одному 8 грамм смеси и литр горячей воды выдержать на водяной бане минут десять оставить на полчаса пить по стакану четыре раза в сутки при постоянном запоре одну часть листьев крапивы одну часть тысячелистника две части крушины ложку сбора залить 200 миллилитров горячей воды и варить минуту оставить на полчаса пить по одному стакану перед сном 14 дней подряд корень при диарее лихорадки патологиях жкт нарушениях менструального цикла используется крапивная настойка для нее берут две столовые ложки измельченных корней крапивы и добавляют 500 миллилитров водки затем оставляют на неделю пьют по 30 капель трижды в сутки при радикулите болях в суставах фурункулезе протирают настойкой болезненные или пораженные места как и большинство лекарственных трав крапива имеет противопоказания поэтому перед применением проконсультируйтесь с врачом